В прямом эфире подробности вторника, все самое важное и интересное в студии Кристины Суворина. Вот главная тема сегодня. Не включил ближний свет? Большой штраф. Или не штраф, но маленький? Первый день последнего призыва срочников. Следующий только по контракту. Нет бюджета, нет работы. В США парализованы госучреждения, но не все. Свободоваться губернатор о нумерологии и нацизме? Кто кого и чем? Выехал за город, включая и ближний свет или ходовые огни. Иначе штраф. И так с сегодняшнего дня до 1 мая. На что придется тратиться и станет ли обслуживание автомобиля теперь дороже? В сюжете Кирилла Евсеева. На трассе только с ближним светом. Это обсуждали всю весну, об этом писали все лето. Но сегодня каждый третий автомобиль под Киевом все равно с выключенными фарами. У гаишников глаза разбегаются, кого первым останавливать. Но сегодня делают водителям последнее китайское предупреждение. А уже завтра грозятся составлять протоколы. А некоторые женщины вроде этой о новых правилах слышали, но не знают, где включается ближний свет и чем он отличается от габаритов. Большинство водителей положительно относятся к нововведению, но есть и те, кому лампочек жалко. Электрихи подтверждают лампочки, придется менять чаще, да и расход немного изменится. При воде двигателя и, естественно, если на него есть нагрузка, есть нагрузка на двигатель. Если есть у нас нагрузка на двигатель, у нас есть увеличенный расход. Ну а тем, кто попался, юристы советуют отбиваться от штрафов через суды. Доказать вину инспектор сможет только при наличии видео или свидетелей. Сумма хабаря будет где-то, может, в половину, меньше, там, гривен 200 будет за такое. Но в ГАИ говорят, ближний свет на трассе поможет самим же водителям. Согласно исследованиям, аварийность уменьшится на 15%. Начальник как-то забыл о разнице между украинскими и европейскими зарплатами. Она достаточно существенна, как и разница между зарплатой и достатком самих инспекторов. И это уже давно не анекдот. Кирилл Ивсиев, Владимир Самченко, подробности телеканал Интер. Фэмин снова оголились. На этот раз секстремистки показали себя во всей красе в Стокгольме. Сегодня в Швеции отпустили на свободу шестерых мужчин, которых обвиняли в изнасиловании 15-летней девочки. Активистки прорвались в здание суда, скандируя «Остановить легализацию изнасилования». Решение суда девушки оценили как публичный призыв власти к насилию над женщинами. И пообещали, что эта акция для шведов далеко не последняя. Фэмин обещает насиловать так называемое шведское правосудие и непосредственно преступников. Они будут изнасилованы и юридически, и они будут изнасилованы обществом. Политическая нумерология. Код Добкина расшифровали свободовцы. В номерном знаке 1488, которым обозначены все автомобили, на которых ездит харьковский губернатор и ярый антифашист. Михаил Добкин, свободовец, Игорь Мирошниченко прочел символы. О них и о том, что происходит между губернатором и свободовцами. Подробнее Светлана Шекера. А все началось с футбола. Горький осадок от наказания украинской сборной, будущий матч Украина-Польша без болельщиков и дисквалификация львовской арены с новой силой столкнул политических антагонистов. Благодаря тем, кто принес на стадион знамена дивизии СС Галичина, благодаря российским выходкам, Харьков и болельщики из других городов не смогут на стадионе смотреть этот матч. Так высказался в своем твиттере харьковский губернатор Михаил Добкин. Патриоты в ответ нашли, чем упрекнуть пламенного антифашиста Добкина. Добкин, выявляется, имеет большой пиетет до неонацистских символов и сакральных цифр 1488. Он имеет шесть автомобилей, его родина имеет шесть автомобилей, и все автомобили именно с такими цифрами 1488. Что за магия цифры такая 1488, объяснил нам историк Владимир Ветрович. Говорит, это что-то из неонацистского новояза. Ці неонацисти вкладывают в свой особенный смиз, например, 88 для них означает чи то Адольфа Гитлера, чи то витание гитлеровских Аль Гитлер. 14 означает какие-то тези одного из идеологов неонацизма. На сегодняшнее заседание Комитета экономических реформ в село Коробочкино губернатор приехал на машине с тем самым номером 1488. О своем номере и высказываниях свободовца Михаил Маркович отвечает скупо. Кстати, Мирошниченко идиот, поэтому не добавить, не убрать ничего. Добавит ли к этому что-то свободовец Мирошниченко пока непонятно, но может обвинить Добкина еще и в расизме. Машина-то у губернатора черная. Кстати, как и у лидера свободы Тягнебока. И еще раз кстати, черный джип, на котором ездит лидер, как поговаривают злые языки, подарил ему именно Мирошниченко. В режиме паузы. Соединенные Штаты парализовал шатдаун. Новый госбюджет принять не смогли, а значит с этого дня госструктура не получит ни цента финансирования. Конгрессмены против Обамы и Кукулск-Лан тоже. О первом дне бюджетного безденежья из Вашингтона Дмитрий Анопченко. Такого не было в Соединенных Штатах без малого 18 лет. Закон здесь суров. Если нет бюджета, значит отправляйтесь по домам. Поэтому свыше 700 тысяч сотрудников государственных организаций, которые сегодня утром, как обычно, пришли на работу, попросили покинуть федеральное здание. Еще около 100 тысяч ждут команды с вещами на выход. К примеру, в системе федеральных судов денег осталось всего на 10 дней. Если шатдаун продлится дольше, система правосудия просто встанет. Вся Америка сегодня пытается выяснить, а кто же не пострадал. В первую очередь это военные, полиция и авиадиспетчеры. Себе конгрессмены жалований, конечно, тоже не урезали. 33 тысячи долларов зарплаты, как и раньше, будет получать президент. А вот Белый дом перейдет чуть ли не на осадное положение. Нас зацепит, как и всех других, будет сокращен штат. На местах останется только костяк сотрудников. Кто пока держит оборону? Во-первых, это почта, она на самофинансировании, а значит, письма и посылки американцам по-прежнему будут доставлять. В Госдепе заявляют, первое время им удастся поддерживать работу американских посольств. По-прежнему без перебоев будут платить пенсии, денег на это пока хватает. А вот в системе государственного мест страхования уже начинаются проблемы. А мэр Вашингтона даже обнародовал план о возможной приостановке, уборке улиц и вывозе мусора. Экономисты подсчитали, шатдаун будет стоить Америке 1 миллиард долларов каждую неделю. Конечно, по нам это ударило. Мы немного денег скопили детям, вынуждены теперь их тратить. Я госслужащий и теперь, конечно, в шоке. Как жить? Почему конгрессмены не могут договориться и довели страну до такого позора? Думаю, мы с этим справимся. Экономика США по-прежнему сильна. А вот в политиках разочаровалась. Разве можно шутить с такими вещами из-за каких-то своих амбиций? Шатдаун настолько разозлил американцев, что даже Куклукс-клан решил провести публичную акцию против Барата Обамы. И нелегальной миграции заодно. Это тайное общество, ненавидящее черных и совершившее в прошлом тысячи убийств. Его символ – горящий крест. А сторонники, чтобы их не узнали, всегда закрывают лица знаменитыми колпаками. Собрания обычно происходят в тайне. Но сейчас Куклукс-клан решил протестовать публично и даже получил разрешение. Для этой акции им даже выделили место национально-исторический парк Гетисберг в Пенсильвании. Именно там в 1863-м произошло решающее сражение между северянами и южанами. Но парк – государственная организация. И по новым инструкциям его тоже должны закрыть. Вот и выходит, что из-за шотдауна даже Куклукс-клан останется вещем. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Подробности – Американское бюро телеканала «Интер». Украина прощается со срочной воинской службой. Сегодня последний призыв. Под ружье станут около 11 тысяч новобранцев. В следующем году в армию только по контракту. Продолжит Руслан Ермолюк. За октябрь-ноябрь вооруженные силы пополнят около 11 тысяч срочников. Александр Саенко – выпускник налогового университета. Теперь новобранец. Вы пробовали себя, увидеть, что до чего. Не слов кого-то, знакомых, друзей, родителей и родителей. А самому, понимаете, увидеть. Уже в следующем году в армию никто, никого насильно загонять не будет. Не нужно отстрочек и больничных. Оружие в руки возьмут только добровольцы и только по контракту. Так сказал президент на Яваревском полигоне во Львовской области. 14-й год – это уже начальник, фактически, разбудования новой, современной украинской армии на контрактной основе. Наша цель – побудовать мобильные, добре оснащенные и подготовленные оружие силы. Сейчас украинская армия укомплектована контрактниками на 60%, но и для них необходимо современное вооружение. Заплановано провести модернизацию озброения и воинской техники, закупив ее новичных взрослых. И приоритет будет отдан выработкам вооруженной воинской промышленности. Прапорщик-контрактник по Гранвойск Василий Градовский показывает комнату. Две кровати, стол и отдельный санузел. В таких живут все курсанты-пограничники Оршанского учебного центра. Это уже второй его контракт после срочной службы. Теперь он проходит переобучение, чтобы снова вернуться на границу. Сегодня на полцу учебного центра Погранвойск несколько десятков курсантов. На протяжении полугода они будут осваивать профессию пограничника. И только после экзаменов их ожидают контракт. Руслан Ермолюк, Станислав Кухарчук, Максим Мурлапов. Подробности телеканал Интер. Телефон для канцлера. В народе Меркельфон. В Германии разработали смартфон, защищенный от прослушек специальным чипом. Предложили два варианта и Ангеле Меркель. Детальнее наш респондент в Берлине Татьяна Лагунова. С мобильным телефоном Ангела Меркель неразлучна. Он не раз неожиданно звонил во время выступлений канцлера. Да и на заседаниях Бундестага Меркель постоянно с кем-то переписывается. СМС кишлет однопартийцам и министрам. Сообщения от канцлера в Германии даже приравняли к важным государственным документам. Всю деловую СМС-переписку Меркельф сохраняют в Госархиве. Насколько надежно защищена такая переписка канцлера, в Германии задумались после разоблачения Эдварда Сноудена. И попросили лучшие умы создать супертелефон. Головная боль шпиона, верадость политиков, кодовое название – телефон для канцлера. В Германии представили аппарат, который невозможно прослушать. По крайней мере, так уверяют его изобретатели. Сам аппарат – обычный смартфон на две сим-карты. Весь фокус в специальном зашифрованном чипе. Криптологи надежно блокируют его от любопытных глаз и ушей. Раньше чиновники использовали два телефона. Теперь достаточно одного. Есть два режима – обычный и безопасный. Чтобы включить его, нужно вставить специальную зашифрованную сим-карту и ввести пароль. И все. Разговоры, письма и сообщения будут закодированы. Разработку господина Квелли одобрили специалисты по безопасности. Впрочем, сертификацию прошел еще один аппарат, который создали конкуренты. Обе фирмы получили правительственный спецзаказ. Меркель предложили на выбор два телефона. Какой она предпочла? Секрет. Я не имею права этого говорить. Могу сказать одно. Мы уже поставили в правительственные структуры и министерство более тысячи аппаратов. Секрет до поры до времени. Рано или поздно Ангела Меркель не сдержится и достанет на людях свой новый мобильный. Вот тогда и узнают о ее предпочтениях. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. А впереди еще много интересного. Смотрите далее в подробностях. Бензин с биодобавками. С Нового года закон. Чего боятся и водители, и продавцы топлива? Французы охотятся за активами семейства сирийского президента Аль-Асада. Что нашли? Бондарчук и Роднянский сняли Сталинград. Да премьерный показ у нас. С Нового года на украинских заправках будут продавать бензин с биодобавками. Так велит закон. Чего кроме скачка цен боятся водители и продавцы? Узнавал Евгений Анаприенко. Украина переходит на биотопливо. Поэтапно принудительно. Биоэтанола в бензине уже с января должно быть не меньше 5%. Производители спирта готовы. Биоэтанолом обеспечат. Сегодня готовы виробничных потужностей по виробництву биоэтанолом. Есть 101 тысяча тонн. Сегодня. Вот в ближайший период будут подготовлены еще 3 завода. Еще и цена упадет. Мы рассчитываем что? Цену, да? Да, да, да. Одного литра. Ну, это немного больше 9 гривен. Вся Европа ездит на топливе с биодобавкой. Такое и в Украине уже продают. Можно сказать, что мне автомобиль противокраще на тему полови, яке пропонувается. Честно говоря, не знаю, что такое биоэтанол, но в любом случае, любые добавки, мне кажется, для бензина, это... Меньше бензина, больше добавок. И в их и так сейчас достаточно, мне кажется, в современном бензине. Алексей переживает, как машина отреагирует. Опасения водителей не напрасны. Эксперты называют биоэтанол веществом капризным. У него даже срок хранения есть месяц. А потом в баке образуется вода. Однозначно будет выход из строя всей моторной части. И, кроме того, особенно большие опасения связаны с работой на данном топливе в зимний период. На заправках топливо всегда про запас. А вдруг перебои с поставками? Как распродать за месяц то, что раньше продавали за два? Побаиваются дефицита. Нет в достатной количестве самого биоэтанолу. И это факт. Объект такого рода нафтопродуктов, он не регламентован законодавчно. То есть, по сути, даже объект будет также с порушением всех действующих норм. Где дефицит, там и подорожание. Экспертный прогноз – 15 гривен за литр. Наши производители спирта, если этот закон выполнить, могут обеспечить чуть больше 25% от потребности, то мы таким образом попадаем в зависимость как от нефтепродуктов, так и от импорта этила. И по какой цене он сюда зайдет – тоже вопрос. Эксперты и участники рынка просят попридержать коней. Обратились в Кабмин и парламент. Говорят, год-полтора и будем готовы. В Европе-то несколько лет вводили топливные бионовшества. Украинцам дали чуть больше года. Евгения Наприенко, Сергей Коваль. Подробности – телеканал Интер. Французы охотятся за активами клана сирийского президента Башара Аль-Ассада. У его дяди нашли недвижимость на сотни миллионов евро. Не только во Франции, но и в Великобритании и Испании. Чего требуют правозащитники и журналисты, выясняла наш корреспондент в Париже София Гордиенко. Роскошными домами в трех европейских столицах дядя нынешнего президента владеют десятилетиями. Общественные организации почему-то заметили их только сейчас. Месяц назад мы брали интервью у сына Рифата Аль-Ассада – Сивара. Он живет в двухъярусных апартаментах у Эйфелевой башни в Париже. Здесь моя семья. У меня 15 братьев и сестер. А вот отец, когда он еще жил в Сирии. По соседству в том же доме обитают и четыре жены, дети, внуки его отца. В интервью Сивар сказал, что в свое время его папа просто удачно вложил в материальную помощь, которую в первые годы изгнания ему причисляли соратники. Только в Париже Аль-Ассады владеют двумя отдельными зданиями и десятками апартаментов в центре города, участком под застройку на окраине, а также небольшим замком в провинции, которому прилагается 44 гектара земли. По подсчетам организации Transparency International и Sherpa, это ценит минимум на 160 миллионов евро. Правозащитники уже подали иск в суд с требованием выяснить, откуда у дяди сирийского президента такие деньги. Рифат Аль-Ассад владеет состоянием, которое насчитывает миллиарды евро. Вполне вероятно, что некоторые или все активы нажиты коррупционным путем и являются результатом вымогательства и хищений. И хотя истцы требовали от судей немедленно заборосить счета Аль-Ассадов, пока обошлось проверкой активов, которые, как это принято не только во Франции, в основном записаны на других людей. Но ясно одно. Главный трофей всей этой охоты – активы, непосредственно принадлежащие президенту Сирии Башару Аль-Ассаду и его жене. София Гордиенко, Василий Трушковский, Европейское бюро телеканала «Интер». Верховный суд Израиля освободит из-под стражи 2000 африканских нелегалов. Во многих районах Тель-Авива, где проживают беженцы из Африки, уже давно опасно находиться. Но нелегалом можно оказаться просто из-за незнания законов, как некоторые наши соотечественники. Подробнее Сергей Ауслендер, наш ближневосточный корреспондент. Галя – имя вымышленная украинка. В Израиле трудится нелегально, хотя прекрасно осознает все возможные последствия. С работой помогли родственники, на родине устроиться не смогла. Теперь девушка, что называется, между небом и землей. Потерять работу, с одной стороны, с другой стороны, вернуться и быть там ни с чем безработной – это такая дилемма. Мне очень тяжело что-то придумать. Что я могу с этим сделать? После отмены виз нарушать паспортный режим стали чаще, говорят в израильском МВД. Причем нередко делают это не так, как наши героини. Люди просто не знают, как работает безвизовый порядок. Каждый въезд в Израиль, он на три месяца только. Можно обратиться здесь в консульский отдел и попросить еще три месяца. А вот такое наказание ждет нарушителей. Если дата, когда он должен покинуть страну, превышает лимит, который был ему дан три месяца, то, соответственно, человеку дадут выехать, скорее всего, но въезд будет закрыт на 10 лет. Украинская нелегальная миграция для Израиля совсем не беда. Уже 15 лет страна борется с наплывом нелегалов из Африки. Тысячами жителей Судана и Эритреи проникали на территорию еврейского государства в поисках лучшей жизни. Не дошло до того, что на границе пришлось построить стену, чтобы закрыть им доступ в страну. Так уж устроено израильское законодательство. Быть здесь африканским нелегалом гораздо выгоднее, чем, например, украинским. С той лишь разницы, что африканцу нужно целый месяц идти по пустыне, а украинцу достаточно прилететь на самолете. Но африканец может выдать себя за беженца и таким образом рассчитывать на получение вида на жительство или даже гражданство. С украинцами в этом смысле разговор короткий. Нарушил визовый режим, сразу депортирует. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Российского президента Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. А в кенийском теракте обнаружен немецкий след. Об этих и других событиях в нашем обзоре. Суицид на глазах у подчиненных. Мэр мексиканского городка Карлос Роблес, придя на работу, попросил полицейских дать ему для осмотра личное оружие. Взял и застрелился. Что толкнуло его на самоубийство, выясняет следствие. Местные СМИ связывают инцидент с похищением сына чиновника несколько лет назад. Тогда семье пришлось заплатить выкуп за освобождение ребенка. Преступный умысел или все-таки техническая неисправность? Причина вчерашней аварии поездов метро в Чикаго может быть иной. Полиция отрабатывает версию. В туннели метрополитена могли проникнуть злоумышленники. Они якобы сумели разблокировать тормозную систему состава, находящегося на запасных путях. Всего при столкновении поездов пострадали 48 человек. В бостонской подземке 33-летний мужчина упал на рельсы. В результате удара потерял сознание. От верной смерти его спасли трое мужчин. Они спустились на железнодорожное полотно и вытащили пострадавшего. Придя в сознание, незнакомец не помнил ничего, кроме того, что вечером выпил два бокала вина на вечеринке. Глава администрации президента России Сергей Иванов поделился подробностями возвращения в Кремль Владислава Суркова. Ему предлагались разные сферы деятельности, в том числе и внешняя политика. Однако Сурков предпочел заниматься Абхазией и Южной Осетии. Владислав Сурков вернулся в Кремль в качестве помощника президента России Владимира Путина. Ранее в СМИ предполагали, что серый кардинал российской политики займется отношениями с Украиной. Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это инициатива малоизвестной Международной Академии Духовного Единства и Сотрудничества. В заслугу Путину ставят миротворческую роль в Южной Осетии и других нестабильных регионах. А в Кремле заявили, президент работает не ради премий и наград. Белый дом заигрывает с Дамаском и Тегераном. Именно так Саудовская Аравия трактует отказ США от военной операции в Сирии и возобновление диалога с Ираном. Правительство Саудовской Аравии заявило, что обеспокоено изменениями в ближневосточной политике Вашингтона, а потому продолжит вооружать сунницкие оппозиционные группировки в Сирии. Среди террористов, атаковавших торговый центр Вестгейт в Найроби, мог быть гражданин Германии Ахмед Халет Мюллер, примкнувший к сомалийской группировке Аш-Шабаб. Немецкая разведка подтвердила, что получила такую информацию от израильских коллег. Но в спецслужбах Германии не считают, что этот факт представляет угрозу для их страны. Израильская контрразведка разрешила опубликовать снимки гражданина Бельгии Али Мансури, обвиняемого в шпионаже в пользу Ирана. Мансури арестовали в международном аэропорту Тель-Авива. Он якобы признался, что по заданию иранских спецслужб должен был под видом бизнесмена создать в Израиле оперативное подразделение для совершения теракта. Водителям грузового транспорта с иностранными правами с сегодняшнего дня въезд в Москву запрещен. Вступили в силу правила, согласно которым пропуск на въезд грузовиков в столицу будет выдаваться только на основании российского водительского удостоверения. Разрешения, выданные иностранцам ранее, могут быть аннулированы. Насколько эти меры затронули украинских водителей, пока неизвестно. Сегодня Международный день музыки. Его отмечают по инициативе ЮНЕСКО уже 40 лет. Для Украины юбилей двойной. Самый душевный композитор, как его называют слушатели и ценители, Мирослав Скорик отметил 75-летие. Концертами и выступлениями скоро его музыку услышат и в Лондоне. Как и когда, расскажет Алена Центила. Уже две недели Мирослав Скорик принимает поздравления и все на сцене. На этот раз во время авторского концерта. Оркестр в напряжении. Композитор в зале. Это классик, современный классик. Я лично выросла на этой музыке. Его мелодии знакомы миллионам. Вот мультяшные казаки варят кулеш. Для них мелодию Скорик написал за ночь. Над музыкой к теням забытых предков работал дольше. Режиссер Параджанов поставил сверх задачу. Я заявил, что этот композитор будет писать музыку для моего гениального фильма. А ты должен написать гениальную музыку. И у него получилась украинская интонация, экспрессия и эмоции. Вот он, феномен Скорика. У него даже джаз украинский. Его эстрадные песни пела вся страна. Нам валюй на гени. А от саундтрека к фильму «Высокий перевал» рыдали миллионы. Автор и не рассчитывал, что мелодия ле-минор станет настоящим духовным гимном Украины. Заработать на жизнь одно только музыкой не получается, признается композитор. Нередко мелодии используют без спроса, а значит автор остается без гонорара. Вот и приходится по ночам сочинять, а днем отправляться на работу. Преподавательскую. Преподает Скорик более полувека, но авторитетом никогда подавить не пытался. Это не было критика, это не было каких-то брутальных вызначений, каких-то неправильных действий студента. Он не знает, как рождается музыка, а просто ищет эквивалент эмоций в нотах. Я хочу, чтобы слушающий мою музыку, слушающий ставить из Вингомен тех почутей, которые я передал, чтобы у него, так бы сказать, также что-то свалювало в этой музыке. Скорика можно не только слушать, но и видеть. На его скрипичную музыку поставили модерн-балет «Перекресток». Все это будет в Лондоне на днях Украины в Британии, организованных благотворительным фондом «Фирташ Фундейшн». И англичане полюбят украинскую музыку. Алена Центилова, Селий Миновщиков, Сергей Коваль, Олег Неведомский. Подробности в телеканал «Интер». «Сталинград» в Киеве. Новая совместная работа режиссера Федора Бондарчука и продюсера Александра Роднянского. Почему картине уже пророчат «Оскар»? Расскажет Ирина Смирнова. Свой первый совместный фильм Федор Бондарчук и Александр Роднянский сняли еще в 2005-м. В России «Девятая рота» стала самой кассовой лентой года. При бюджете картины в 9,5 миллионов долларов сборы составили почти 26 миллионов. Такого же успеха ждали и от дилогии «Обитаемый остров». Денег заработали меньше, чем планировали, зато нашли свежий образ, воплощение которого молодой актер Василий Степанов. А вот новая картина «Сталинград» стала дебютом для молодой актрисы Янины Судилиной. После просмотра ленты она вышла из зала вся в слезах. Решение Федором Сергеевичем было не показывать материал актерам до выхода и полной сборки. И теперь я поняла просто ради чего. Сам Федор Сергеевич, да и Александр Ефимович тоже самые яркие эмоции пережили на премьере в Волгограде. Первыми зрителями стали ветераны и участники сталинградских событий. Когда сидят больше ста человек в 90 за 90 лет, в 3D очках, дико обижаются из-за того, что им предложили посмотреть фильм в 2D, абсолютно свободные уже, ну, говорить о каком-то, так сказать, ангажированности, ну, это бессмысленно. Вот это волнительно. В прямом смысле слова взрослые, как бы, дяди уже, но испугались. Тем не менее, первый экзамен выдержан. Теперь даже критика экспертов к историческим картинам у них особое требование не страшна. Главное, чтобы массовый зритель смел. Да, 3D впервые, да, IMAX впервые, да, Columbia Pictures впервые, русский фильм. Все это красиво звучит, но главное, эмоционально подключится или не подключится. В Москве, кстати говоря, до премьерного показа еще не было. Запланирован на 2 октября. В большом запрокате картина появится 10-го, 10-го, 2013-го. Ирина Смирнова, Сергей Людмей, подробности, телеканал Интер. И такими были подробности сегодня. Больше хороших новостей будем ждать завтра. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok